Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Читаю сейчас опять об этой совершенно жуткой трагедии, которая произошла в Красноярском крае, где погибли дети из-за отравления. Удивительное дело, что, казалось, сразу скажут, от чего это случилось. Сначала думали, что это пельмени, курица, потом дихлофос, еще что-то. Вот что пишут сегодня. Самая жуткая и странная криминальная загадка недели, это, конечно же, отравление целой семьи в Красноярском крае ядом неизвестного происхождения. Что за яд? Что случилось? Откуда он взялся? Совершенно непонятно. Сразу шесть человек, четверо детей, их отец и мать почувствовали сильное единомогание после ужина. Наверняка вы где-то читали об этом, всю неделю пишут. На столе были самые обычные продукты. Родители ели курицу с картошкой, а дети пельмени, которые их мать купила в обычном местном магазине. Яд оказался настолько сильным, что шестилетняя Арина и тринадцатилетний Максим погибли уже через несколько часов. Выживших вертолетом санавиации доставили в краевой центр, но уже в больнице умерли одиннадцатилетняя Ульяна и двенадцатилетняя Диана. Надо отметить, насколько оперативно действовали все структуры санавиации, сразу все. Спасти удалось только родителей, еще нерожденного ребенка в утробе матери. И вы знаете, я обратил внимание на публикацию, сегодня сказали, что отец заявил, распылил дихлофос, плохо проветрил. Мать работала на какой-то ферме, тоже могла что-то там принести. Но вроде как вот версия связана с дихлофосом, потому что котенка еще нашли, у которого на шерсти были какие-то вот эти вещи, связанные с отравой для насекомых. И отец говорит, распылил, плохо проветрил, форточку одну открыл и все. Я еще раз повторяю, что когда какие-то обработки производите, лучше вообще детей удалить из квартиры, потому что дети, они залезут обязательно в самый дальний угол, обязательно что-то там пол-это, потом руки в рот, возможно, и так далее. То есть, конечно, обработку проводить совершенно не рекомендуется в присутствии детей. Тем не менее, я обратил внимание, почему на эту статью. Значит, причину смертельного отравления детей под Красноярском предположил не кто-нибудь, а разработчик новичка. Но здесь уж, собственно говоря, специалист высочайшего уровня, он говорит, не дихлофос. Вот так. Семья в Красной Сопке могла отравиться перитроидом, заявил news.ru токсиколог Леонид Ринг. Это синтетический яд для насекомых, вызывающий паралич. Ранее из квартиры, где после ужина пельменями курицы погибли четверть детей, изъяли аэрозоли от мух, а в еде яда не обнаружили. Значит, сейчас главная версия Следственного комитета – отравление средством от насекомых. В баллоне, который называется дихлофос, самого дихлофоса нет, он запрещен, поскольку был достаточно токсичен. Наверняка вещества, которые находят, это перитроиды, говорит разработчик новичка. То есть, то, что мы привыкли называть дихлофосом, давно уже не дихлофос. Это какие-то перитроиды, которые тоже травят насекомых, но не дихлофос. Однако дихлофос в квартире действительно мог быть, например, в пестицидах, которые мать семейства принесла с фермы, где работала, заявил Ринг. То есть, он предполагает, что мать работала на ферме, и какие-то пестициды там могли быть для того, чтобы, так сказать, там травить насекомых или я не знаю кого. Тем временем отец в семье признал, что дом плохо проветрил после обработки дихлофосом, была открыта лишь форточка. Не знаю, друзья, вот на самом деле набрызгать, говорят, надо очень много для того, чтобы вот так травануться и так скоро травануться и быстро. То есть, это какой-то должен быть сильнейший яд, который подействовал буквально, ну вот, за считанные часы. Отец говорит, амепрозол выпил. По-моему, амепрозол, амез, это вот при язве, при язве, при гастрите назначают. То есть, он от отравления, по-моему, абсолютно никак в этом смысле не помогает. Очень мутная история, интересно, так сказать, что будет дальше, что вы думаете на все еще, друзья. Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Еще раз повторюсь, друзья, все эти блокировки, замедления Ютуба, непонятно, будет он работать или нет. У многих уже он сейчас тормозит, давно уже. Приглашаю вас еще раз на свой основной теперь уже канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там выходят новости 24 на 7 многие с моими комментариями, видео о политике, которых здесь нет уже очень давно, мои личные какие-то фото и видео. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте обязательно подписаться, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, ну и так как будущее Телеграм весьма туманно, внизу здесь есть ссылочка на социальную сеть ВКонтакте. Жмите тоже подписаться на те, кто не хочет потеряться и потихонечку я там буду выпускать видео о политике. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok